Три ночи! Гори! Друзья, загадываем самые добрые желания! Сразу несколько Дедов Морозов, среди которых и главный Дед Мороз страны из Великого Устюга, зажгли огни на главной елке Перми. Старт новогодним мероприятиям дан. На площади у Театра Театра вскоре начнется строительство ледового городка. Напомним, в этом году он будет посвящен культуре Восточной Азии. А у монумента героям фронта и тыла оборудует ледовый каток. В этом году раньше начали украшать улицы. Совсем скоро будет готов особый новогодний маршрут от ледового городка до театрального сквера. Эти локации будут украшены особенным образом. Их украшение будет усилено. Не только в усилении дела. В рамках новогоднего маршрута по всему этому протяжению будут проходить праздничные интерактивные мероприятия. Как в саму новогоднюю ночь, так и во все дни новогодних каникул. Мы надеемся всем жителям города, что очень понравится тот праздник, который мы все вместе постарались им подарить. Здравствуйте! Всероссийский Дед Мороз еще пробудет в Перми. За два предновогодних месяца объедет более 20 городов. В каждом зимний волшебник посетит детей из многодетных семей, а также детей с особенностями развития и здоровья. Обо всем этом главный дедушка рассказал на специальной пресс-конференции. Но перед тем, как отвечать на вопросы, задал их сам. Зачем нужно чудо? Часто ли оно случается в твоей жизни? Раньше думал, что это ерунда, но на самом деле я стал взрослее и понял, что чудо, оно постоянно рядом с тобой. Как вы определяете, хорошо ли вел себя ребенок в течение года? Во сколько лет Дед Морозы выходят на пенсию? Где ваша внучка Снегурочка и грустите ли вы? Сыпали вопросами и взрослые дети. За последние 20 лет, рассказал Дед Мороз, на почту в Великий Устюг пришло более трех миллионов писем. Причем каждая четвертая от взрослого. Пишут с самого разного возраста, бабушки пишут про дедушек. Жизнь удивительная своим многообразием, своеобразием. Кто-то делится рецептами, спрашивает наоборот, а как ты знаешь, что я, допустим, люблю соление, варенье, как я что-либо готовлю, как готовят мои помощники. Спрашивают рецепты чаев, тех же самых шанижек. Просто рассуждают о мире, о добре и зле. Спрашивают, как найти вторую половину. Дед Мороз заверил, если в письме указан обратный адрес, ответ обязательно придет.